доброе утро всем дождик блин прошел я тут на крышу позаниматься пришла снег так и лежит смотрите офигеть хлеб у нас так и развозят видите хлеб газ развозят по домам дожди кстати все идет слепой дождь называли называют вот так хлеб зовут гудит видите как все сыро сейчас чихну в общем сейчас позанимаюсь мне машинка постиралась почти что там идет ополаскивание вчера видите на скакалках прыгала в общем в каплях в общем да новый день скорее бы прошел до 11 потому что хоть и это крестиком вот так вот отмечай когда пройдет все это ой ладно поехали кстати чем вы занимаетесь на карантине занимайтесь спортом я вообще наверное не знаю по весу вроде бы ничего не прибавляется но как только начнет прибавлять то диета иначе никак все равно того как я раньше занималась конечно это вообще ты даже не третья часть в общем да а сидеть нам еще до хрена ну ладно еще неизвестно до 11 апреля сказали ну там как только начнем убавляться зараженные тогда у меня прям камень с души упадет честное слово погулялась чарли на нашем пятачке обжариваю печенку и сейчас добавлю огромную луковицу тоже обжариваться немного вина добавлю чтобы потушить там все такое пока будет тушиться картошку почищу добавила немного белого столового вина вот какой вкус самогонки пошел кто знает этот запах самогонки я его очень хорошо знаю нет у меня бабушка с дедушкой не гнали самогон но тетки было дело так все это оставлю чтоб потушилась когда выборится все это закрой крышечка добавлю уже лук пусть там тушится на семерочки да чтобы вы выпарилась все лук уже порезать вот так полукольцами я люблю чтобы лук полукольцами было таких вот всяких соусах да вот там без троганов мелко не мельчишу и картошку сейчас почищу будет такой вот как по-деревенски вы так делаете печенку там у меня печенка лег легкое и сердце прям вот когда у нас на эти поросенка в деревне резали вот и всегда вот жарили вот это вот все еще знаете была такая какая-то часть горло наверное там одни хрящики такие были о это так вкусно было кто кто там это не ест мясо извиняюсь но это действительно очень вкусно свежачок такой я никогда не смотрела как это все делают но с удовольствием все это уплетала с пылу жару это было целое как это к этому к этому готовились но как это сказать так забить у поросенка готовились там не знаю за несколько недель кто это будет делать что это делать будет в общем да разделывать это же надо чтобы кто-то человек который знает что это как это делается да эх деревня мне такие воспоминания классные когда жила в деревне это просто супер а ладно пойду чистить картошку в общем добавила лук как немного в обжаре и добавлю все картошку я короче 150 дел делаю звоню в компанию в телефонном мужу почему-то не может он не позвонить не чтобы ему позвонили вот звоню все линии переполнены посмотрим пытаемся сделать страховку через интернет вообще все эти не работают мы у меня тоже кстати там были сбой но нужны до эти в общем машины как это сказать что за машина какого года машина но вот эта вся информация бумаги короче сейчас пойду схожу возьму прям в пижаму прям в пижаме машина рядом стоит чарли естественно тоже со мной куда же я без него вот такие дела не во время она у меня закончилась страховка мы за мы позвонили в ту страховку которая у меня была они там такую цену загнуть пипец и хорошо вообще у нас в этом году не было никаких аварий ничего пользуются представляете момента что ничего не работает что вот может быть по интернету телефон очень плохо работает вообще что не работают то звонит то не звонит дозвонить сообщение невозможно да апокалипсис пипец друзья домой войти невозможно нормально алкоголем обливаешься равно так вот хочется облиться это стоит вот это я с собой заберу всегда мне уже мало осталось а вот сейчас пришла прям сразу руки и вот так в одежде везде вот так все это получилось и знаете с чем я это буду есть угадайте с солеными огурчиками но еще слишком рано поэтому буду сидеть и думать как это будет вкусно солененькие огурчики картошечка с ливером да у меня тут витаминная бомба сделала здесь зеленый чай с иван чаем по моему лимон имбирь ягоды мед в общем тут муж сделал то же самое я говорю нас никакой вирус не возьмет мы столько витамин пьем вы знаете делает вид знаете говорят собаки дураки делает вид у нас то каждый раз как соседка выходит причем не одна собака когда одна выходит приходит ничего а вот если с собакой то муж чарли сразу бежит и гавкает потому что не любит соседскую собаку да не любит соседскую собаку печеньку и вот сейчас я пришла такая он сразу раз типа я поесть я поесть и убежал перестал гавкать и я и вот так вот что хотел сказать наше состояние знаете какое что-то класс попала так боимся заболеть вот честное слово но это не какая-то паника или что-то это мне кажется инстинкт самосохранения вот в таких ситуаций дождик капает у меня белье висит вот и поэтому лежишь знаете температуру меряем каждый наверное пять часов раз раз а у нас температура 35 и 5 представляете вот до смешного правда доходит потом лежишь горло болит нет не болит ой кашлянуть хочется лишь дышится легко легко все не болею вот до того не знаю ну вот ну да вот страх просто страшно муж там не страховку все ищет вот потому что у меня вот который страховая я такие такую цену заломил что пипец какой-то пользуется моментом что нельзя выбирать блин пойду белье с нему что нельзя выбирать то есть ну блин ну твою мать что нельзя вот так пойти и выбрать потому что смотрите погода шепчет и вот цены ставят какие хотят что такое выбирать белье быстренько от нервов все постели меняю муж уже поменяла себе тут вот начинаю у нас дождик блин погода вообще шепчет сейчас даже на крышу нельзя сходить что-то сделать видите дождь льет в общем какие почему нервы страховка это представляете вот него не вовремя меня страховка закончилась потому что мы сейчас муж звонит целый день все страховки просто какие-то цены невообразимые цены там вообще 500 евро у меня 300 евро представляете выходит страховка и это дорого мы звоним во все во все страховые 500 400 пользуются моментом а без страховки у нас вообще нельзя это никуда нельзя без страховки тебе такой штраф лепят всего ты ты тоже нервничаешь да давай сейчас кроватку с тобой уберем будем сегодня на чистый спать чуть-чуть там наяривает поет слышите этому пофигу дождь не дождь он там я ему воду поменяла жратвы насыпала наяривает целый день 6 утра и у до вечера мне вот этот комплект всегда напоминает знаете что тут вот такие вот как дома что ли еще что-то у нас у бабушки у второй бабушки не у которой нас выращивала воспитывала а другая папина у нее мы к ней ездили тоже в гости она жила совсем другой деревне там далеко но мы все равно хорошо общались и мы к ней ездили у ней в доме была комната с такими вот прям вот в обои точь-в-точь вот но не в точь-в-точь конечно есть различие и я знаете вот когда засыпала все время лежала у стенки и рассматривала вот эти вот рисунки вы знаете представляла что это я там у них хожу вот среживу в этих домах перед сном даже еще когда маленькая была мне было много времени для подумать так что вот прям каждый раз я как стилю этот комплект все время вспоминаю про свою бабушку вот и про деревню представляете чарли ломится потому что он ненавидит закрытые двери если у нас дверь какая-то закрыта то что-то не по его значит как это так закрыта дверь а вдруг там что-то происходит без него для кого я видите для кого я постелила постель ты нравится свеженькая да чистенькая да даме нитику на эти хитинь да это ему нравится вот он везде красиво все красиво да 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 все красиво чисто он любит поваляться не дурак да гулять мы сегодня с тобой наверное не пойдем даже на балкон и на террасу потому что на улице дождик на завтра обещает еще сильнее дождь мы еще смеемся такие муж говорит ты знаешь завтра сильный дождь будет вообще я груда ты что его и чё он такой смотрит на меня все равно дом сидеть там какая разница ай правда нам нипочем теперь не дождь ничего ой блин хотела снять все вот эти вот принести все-таки лестницу сверху при снятии шторки да и с людьми поговорить да и с людьми поговорить но и с людьми поговорить скучно или скучно то по 6 километров ходили а то дома сидим он не поймет в чем дело и в общем постирать хотела окна помыть хотела а дождик не высохнет ничего будем ждать когда нам еще долго сидеть так что будем ждать когда все это погода наладится все наладится да и все и жизнь наладится и мы все помоем и окна и все пока вот постели поменяли сейчас на полы протру и еще телек дальше смотри а я хотела одну вещь сделать если буду делать я сейчас покажу ну понятно да мадре ми смотрите как с меня все течет я такую по интернету по ютубу нашла упражнение классные это хлеще чем мы делаем в этом спортзале я пошла в душ потому что я вся сырая мамочки надеюсь бисквит весь вышел с этим потом ну класс я вообще так рада в общем 50 минут занятий сначала муж надо мной прикалывался чарли визжал думал что это какая-то игра потом я всех послала нахер и сказала что все смотрели телек они на меня они все обиделись но одним глазом надо мной наблюдали я обращала на это внимание на крышу нельзя если бы на крыше дома конечно места маловато вот если бы на крыше я там развернулась дождь ой все друзья я пошла в душ класс я так рада что я нашла это занятие что делать еще вот так и развлекались даже салют пускают медикам хлопают 8 часов люди уже не знают что придумать музыка звучит закон и смотрите как у нас облачно с каждым днем прибавляется все больше больше народу чтобы похлопать и сосед гуляет шашлыком пахнет кто развлекается кто как может в общем но дома надо сидеть дома так зачем я сюда пришла на кухню попить водички и с вами попрощаться в общем сейчас разозвонила мне клиентка моя но она уже больше подруга чем клиентка по ватсапу посмеялись с ней я говорю скоро это но она смеется говорит все время ем и ем и ем и ем я говорю надо это что-нибудь делать она говорит ну вот что пройдут 2 недели тогда и будут дома что делать а пока говорит на нашествие делают на холодильнике вот сейчас слушаем новости там что у нас приехали в наш город у нас город 60 тысяч населения маленькие да к нам приехали вчера нет я уже не знаю какой день по телевизору сказали в субботу приехали военные вот чтобы знаете для чего они приехали чтобы обеззараживать улицы ну поливают улицы какой-то жидкостью где где больница и где дома престарелых ну у нас такие дома престарелых это как больше отели для для пожилых людей чем как у дома престарелых в моей голове это как вы знаете как не знаю какой то общежитие для стариков где за ними плохо ухаживать не знаю может ну не знаю вот у голове у меня вот так здесь совсем по-другому это больше похоже на отели для пожилых людей Чем дома престарелых Вот, поэтому Приехали вот Обеззараживать, сейчас вообще везде почти Беззараживают Улицы, везде лестницы Везде все, все, все Вот и военные приехали это делать Ну и естественно поддерживать порядок На улице, чтобы Люди не ходили просто так по улицам Их всех отправляют домой Это правильно делают Люди все равно не понимают Шляются по улице без надобности За хлебом по 5 раз в день ходят В общем, да Но все намного серьезнее Чем вот у других странах Я смотрю Сейчас для водички налить Что там вообще в других странах Карантин, они ходят везде Типа, а пронесет У нас все так посерьезнее Можно сказать Так что вот так, число заболеваемых Растет, растет и растет Уже 33 было, по-моему, сегодня утром Я в инстаграм выкладываю каждый день Статистику, 2000 с лишним умерло 33 тысячи населения заражено В общем, да, мы растем вверх, вверх и вверх Привезли много разных этих тестов Чтобы проверить, болен ты или нет В общем, немножко двигаемся Может быть Ну, нам президент... Кстати, у президента у нашего Мать и свекор заражены вирусом Потом еще президент... Ну, Мэрша, наверное, Мадрида Тоже заражена Они сейчас тоже все... Мать уже в больницу у него положили Вот, блин, выбрали его Он, наверное, проклял все уже Что, пристать президентом в такой момент Его только выбрали Долго-долго выбирали Выбрали и на тебе Это вообще бедный Мне его даже, знаете, жалко Сейчас все шишки же на него полетят Что то плохо, что это плохо Триндец В общем, да Ну, на кого-то же вино надо свалить Ладно Вот такая вот у нас получился день Может быть, завтра дождя не будет Хотя на завтра передают еще больше Я, наконец, доберусь до штор и до окон Потому что хочется их постирать А сушить-то их негде Даже не то, что я штору одни не буду класть, стирать Я там постельное белье закину Ну, в общем, дождик Мне надо, чтобы него не было Тогда я доберусь до окон Хотя там и глажки до хрена Ну, я сегодня что? Я сегодня постель поменяла Полы везде помыла с хлорочкой Так это У нас такой запах больничный стоит Ладно Немножко привыкаем уже, знаете Уже не так, как бы, хочется на улицу Не так Я еще сегодня прям так рада, что я нашла это в Ютубе Это занятие прям вообще классно Все как Еще привыкнем, еще понравится Вот Всего самого наилучшего Встретимся завтра снова Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Как у вас Не болейте Берегите себя И Всего самого наилучшего Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok